Первый день вчера, по-моему, было очень интересно, и я узнал много нового, я уверен, что многие тоже узнали много нового. И вообще мне показалось, что вчерашний день, он показал, что на самом деле нет никакой границы между аудиторией и панелью. То есть это на самом деле одна большая панель, и мы все вместе разговариваем и обсуждаем. Вчера речь шла о тех вызовах, которые стоят, универсальных, глобальных вызовах, которые стоят перед нами, перед обществом, опять-таки глобальным обществом. Сегодня мы попробуем, сегодняшний день посвящен тому, чтобы попробовать заглянуть в будущее и поговорить о том, что делать. Чтобы в том числе эти проблемы решать. Вчера прозвучала на одной из панелей очень простая мысль, что на государство надежды нет. Ну, речь шла о конкретном государстве, но на самом деле на государство всегда полагаться опасно. И поэтому мысль была в том, что давайте-ка попрактичнее о том, как мы можем, что можем сделать мы. Вот об этом, собственно, мы будем разговаривать сегодня. Мы начнем с такой небольшой вступительной панели с участием Юрия Синокосова, основателя. Сооснователя Школного гражданского просвещения, наверное, не надо представлять Юру. Просто не имеет это смысла. И Александр Архангельский, публицист, писатель, критик. Чрезвычайно близкий. Но, впрочем, я не знаю, здесь есть кто-нибудь, кто от школы далек? Юра, прошу вас. Наверное, вам имеет смысл. Доброе утро. Работает, да? День второй ответственный, потому что сегодня мы вам попытаемся рассказать, что мы подготовили для презентации вот этой самой адванс-программ школы второй ступени, о которой вчера Лена сказала. Потому что волей судеб исторических событий мы вынуждены были начать как бы возрождаться после того, как нас записали в агенты. И вот нашли место в Берлине, в том числе и здесь, где мы продолжаем нашу работу уже не в виде школы политических исследований, а как школы гражданского просвещения. Вчера были два потрясающие доклада. Катрин Ле-Люмиер, которая говорила о том, что когда-то было сформулировано «все мы разные, но мы все равные». Когда создавался Совет Европы, и возрождение началось европейское. У нас как-то вот непроизвольно, я об этом вот стал думать, когда мы стали с Леной думать о том, что нам делать дальше, поскольку возможность площадки такой открытой в России у нас не стала. Мы стали думать над тем, что-то ведь нужно как-то придать смысл этой самой школе гражданского просвещения. И я размышляя над этим, я помню, вот четыре почти уже года назад, я невольно, я сейчас с вами поделюсь своими какими-то мыслями, которые у меня рождались вот на протяжении трех лет. И мне, я стал вспоминать, все-таки мне уже много лет, поэтому я стал вспоминать какие-то фразы, которые я и слышал, и которые как бы сами приходили в голову, когда думал о том, что ведь родители воспитывают нас, а кто воспитает родителя? Учителя учат, а кто научит учителя? Просветители просвещают, а кто просветит просветителя? Вот мы находимся, рождаемся, вступая в жизнь, мы наследуем какую-то традицию, понятно, почему нас воспитывают родители, как они нас воспитывают по-разному, учителя учат тоже по-разному, и учат разным, в зависимости от того, к чему мы призваны, от рождения, к каким дарам наделены. Дар есть у всех. Вот мой друг Мирап Мамрадашвили говорил, что все мы обладаем от рождения каким-то даром, но мы не знаем, откуда этот дар, и что это за дар, что это за собственность такая, и кто нам ее подарил. Но если мы начинаем думать, то и само наше тело как бы подсказывает нам, у кого хорошее ухо, у кого хорошие глаза, у кого хороший голос, у кого хороший нос, чтобы воспринимать, воспринимать, мы по-разному все воспринимаем, и органы восприятия у нас как бы одинаковые, но тем не менее мы все разные уже от начала, от рождения. И вот как организовать эту жизнь так, вместе, мы же вынуждены жить вместе, или так вот получается. Поэтому кто воспитывает детей и родителей, а кто родителей воспитывает? И есть все школы, их десятки, точно так же, как есть естественные языки, есть искусственные языки, сейчас искусственных языков еще больше, чем естественных, словарный запас огромный, в языке все есть. Я потом скажу, что когда размышлял над тем, о чем я буду говорить, я скажу строчку стихи Новеллы Матвеевой о том, что все сказано на свете, несказанного нет, но вечно людям светит несказанного свет. Это из ее первой книжки стихов, кораблик, который вышел в Москве в 1963 году. Она принадлежала к поколению шестидесятников. Кстати, легенда гласит, что даже она вела в культурный, в языковый оборот само понятие шестидесятники. Шестидесятники действительно удивительные поэты, особенно, ну, Вознесенский, Евтушенко, была так Куджава, Высоцкий. Мы заново знали, уже все сказано, и тем не менее, вот, книжка Вознесенского, первая или вторая, кажется, называлась «Парабола», как нас выбрасывает в мир, и мы летим по параболе, не зная еще своей судьбы и своего предназначения. книжка Беллы Ахмадулиной первой называлась «Струна», натянутая как струна, очень точное название ее, лирики. У новеллы Матвея вот эти стихи, все сказано, а несказанного светит, что-то несказанное, тем не менее, светит. Наверное, вы, если подумаете, то догадаетесь, что светят какие-то, опять же, слова, понятия, которые в языке есть и которые произносятся миллионы раз, и люди переживают эти состояния, состояния, скажем, любви, уже, кажется, все сказано. Влюбляемся, и каждый раз находятся какие-то новые слова для передачи этого состояния и начинает светить этого несказанного свет, как, скажем, у Пастернака еще, кажется, это из ранних его стихов, а это четверостишье, я его помню, потому что я наткнулся на него вначале у Маяковского, Маяковский его цитировал. «В тот день тебя от гребенок до ног как трагик в провинции драму Шекспирову таскал за собой и знал на зубок, шатался по городу и репетировал». Я в прошлом году, когда мы отмечали 25 лет школы здесь, я прочитал тоже короткие свои стихи, посвященные Лене, поскольку мы уже прожили совместно долгую жизнь, но тем не менее вот у меня появились эти строчки «Пролетело лето, проползла и осень, бабочкой снежинкой, кружится зима, ну а мне сегодня захотелось очень, чтоб была на свете ты совсем одна. Знаю, это глупо, знаю, неразумно и вообще дичайший эгоизм, только Ленка милая, разве можно жить не чувствуя, что такое жизнь. Жизнь тоже слово, понятие вечная жизнь, свобода, благо. Это все слова, но это какие-то особые слова, слова, которые определить, ну вот обычно мы же научно определяем, даем определение с помощью понятия, а здесь вот эти понятия, они как бы из антологии, их определить только тавтологически можно. Свет светит, любовь есть любовь, никак вот это плодотворно, это тавтология, никак иначе по-другому не скажешь. И поэтому вот это, это и есть, и этого нет. Я говорю, что когда мы думаем о гражданском обществе, то ведь мы его руками, мы не создаем, не строим гражданского общества руками. где-то здесь все начинается. И начинается это строительство гражданского общества с того, что с нашего понимания самих себя, если мы себя понимаем, тогда мы поймем другого, а мы себя понимаем, переживая какие-то состояния, скажем, заброшенности, вечности, бесконечности. А это конкретно выражена бесконечность, она, можно, математика существует, вечность, существует хронологическое время, абсолютность, существует относительность, то же самое это, вот я могу это проиллюстрировать на понятие ценность. Что такое ценность? Во-первых, это понятие вошло в европейскую культуру только в 40-е годы 19-е века. В Германии был немецкий философ, сейчас не помню фамилию, он ввел в оборот потом, Ницше написал переоценка всех ценностей, потом в начале 20-го века появилась аксиология, наука о ценностях. А что такое ценность? Ценность это наше отношение к чему-то или отношение к нам. Мы ведь так понимаем. А что такое отношение? Отношение оно относительно. А отношение к чему-то действительно, видимо, вечному, абсолютному, так же, как мораль абсолютно, а наше отношение к морали должно быть относительным, только тогда у нас есть возможность стать на дорогу свободы и не убивать другого или не воровать. Поэтому вот мы живем в языке, язык, как в 70-е годы целое направление было в лингвистике и в филологии, язык тюрьма с одной стороны, с другой стороны, свет, светит. слова нам подсказывают, нас наводят на какой-то ясный путь. И когда об этом начинаешь думать, то стоит вопрос, а когда нас учат, скажем, мы идем на физический факультет, даже на исторический факультет, там же учат тому, что можно потрогать, что можно как бы реально почувствовать. Историки, скажем, работают в архивах. Но я повторяю, вот так же, как свет светит, его же не было, есть солнце. На самом деле все наши все переживания в конечном счете сводятся к тому, что мы для себя открываем, что ведь если мы видим что-то, мы благодаря солнцу видим, свет во тьме светит. То есть, в этом смысле нет первичного, вторичного, чего-то, вот эти, понятия, о которых я говорю, они вот с этим связаны. Поэтому, а мы по поводу света можем уже говорить, он серый, оттенки, есть, мы знаем, радуга, есть оттенки черного, светлого, зеленого, синего и так далее. по этому поводу, тем более, что, опять же, у художника глаза особые, он это различает, но дискуссии по поводу оттенков света, споры по поводу, что такое свобода, свобода – это выбор, свобода – это не выбор, мы выбираем все, выбрать можно все, это какой-то свобода, она самооснована, она там основа никакого, хотя мы говорим, что мы, у нас воля, что мы выбираем, нас ведет, но я повторяю, выбирают все, террорист тоже выбирает, человек, самоубийцы выбирают, все, все, так мы определяем свободу, свобода – выбора, но на самом деле, если вы додумаете, подумаете, до конца, в тот момент, когда вы свободны, переживая вечное или бесконечное, и вдруг, на мгновение вас охватывает свет понимания вашего, в этом, в гармонии в этой мире, в мира, вы открываете в себе что-то человеческое, а потом держать это человеческое очень трудно, так же, как удержать или любовь, если мы любим, мы любим, я люблю, но любовь бывает неразделенной, и это ужасно, дружба, мы принимаем друга целиком, как он есть, и он нас тогда принимает целиком, тогда дружба, но это какие-то исключительные, редко встречающиеся вещи, явления, события, общества, где вот эти наши все состояния должны каким-то образом быть уравновешены, да, институты государственные, общественные, гражданские, поэтому стоит вопрос о том, что человек, опять же, все придумал для того, чтобы жить по-человечески, но не так просто, поэтому, вот когда обо всем мы размышляли, обсуждали, спорили вот на протяжении последних трех-четырех лет, думая, каким образом нам, создав школу гражданского просвещения, не школу бизнеса, не театральную школу, не школу спортивную, политическую, я повторяю, школ много, школ гражданского просвещения нет, поэтому вот мы решили все-таки создать школу гражданского просвещения и попробовать. В течение этого года, начиная с марта месяца, мы три недели, первая неделя была в Хельсинки, вторая две недели были в Риге, вот мы попробовали, мы предложили, ну, отобрали из наших выпускников 20 человек и вместе пытались, поставили, что ли, эксперимент, четвертая еще неделя будет на будущий год, чтобы завершить как бы наш этот цикл, но сегодня мы вам сегодня именно презентуем то, что мы вот в течение этого еще не года, год еще не прошел, то, что мы сделали, придумали, сотворили вместе и после обеда будет презентация трех наших проектов или четырех даже, вы это увидите, но я повторяю, что гражданин, выдающийся российский юрист Сергей Сергеевич Алексеев, у него есть небольшая книжка афоризмов, один из афоризмов его гласит, власти не потребно правое, она не нуждается в праве, ей достаточно закона, потому что мы понимаем, во власть люди приходят, имея тоже на это право, но им достаточно закона, и мы живем при диктатуре закона, когда у нас был потрясающий эксперт Берман, американский юрист, скончавшийся, он приехал как-то, когда вот у нас стало употребляться, вошел в оборот благодаря Суркову, кажется, понятие диктатуры закона, он был ошарашен, буквально этим он все, будучи американцем, хорошо зная русский язык, он все нас спрашивал, а как вы думаете, это правильно говорить диктатурой закона, все-таки мне кажется, правильно говорить верховенство права, но это правда, верховенство права, оно не предполагает диктатуру, и не предполагает авторитарное общество, поэтому я как бы для себя пытался сформулировать, о чем бы я хотел сказать сегодня, я сейчас завершу скоро, я подумал, что вот вчера вы об этом говорили, что мы все разные, но мы граждане, и Светлана Ганушкина сказала, что не все граждане, есть апатриды, 60 миллионов и даже больше, но мы граждане все равно, потому что мы граждане, если мы знаем действительно, что мы граждане, мы поэтому и говорим, в том числе и об апатридах, и мы хотим, чтобы их не было, чтобы гражданство было у всех, не только по паспорту мы граждане, а что-то еще помимо этого, то есть есть какой-то еще смысл в этом понятии гражданин, но это понятие, оно связано не с государством, поэтому если мы граждане, я думаю, вы соглашаетесь с этим, тогда можно задать следующий вопрос, а в каком государстве мы живем? И лично я, готовясь сегодня к выступлению, решил, что я вам, задавая этот вопрос, но я прежде всего задаю его себе, в каком государстве я живу? На этот вопрос я отвечаю. Я живу в каком государстве? В правовом? Суверенном? Авторитарном? В государстве всеобщего благоденствия или благосостояния? Мой ответ. Я живу в суверенном, авторитарном государстве, а хотел бы жить в правовом. И второй вопрос. Я гражданин. В каком обществе я хотел бы жить? В информационном? В обществе потребления? Или в обществе граждан? Я лично отвечаю, что я живу в обществе потребления, может быть, даже в государственном обществе потребления, а хотел бы жить в гражданском обществе. И поэтому тему как бы вот то, что я сказал, я хотел назвать от общества потребления к обществу граждан. и эпиграф к этой теме. Все сказано на свете, несказанного нет, но вечно людям светит, несказанного свет. лет. И в заключении, опять же обращаюсь к шестидесятникам, хочу процитировать Наума Коржавина, который как-то отвечая на вопрос в какой ситуации мы живем, он сказал, что о той ситуации, в которой находимся мы, каждый из нас может сказать по происхождению, это Наум Коржавин, по происхождению я еврей, по самоощущению русский патриот, по взглядам либерал и государственник. Я ведь ничего не предлагаю, кроме как слышать и понимать друг друга. Мне кажется, гражданское общество это то общество, где люди учатся и говорят публично, открыто и начинают слышать друг друга и понимать друг друга. И вот школа гражданского просвещения, она как бы об этом. И мы дальше попытаемся сегодня вам рассказать, показать, как мы это понимаем, не только как я вот рассказал, а как мы, не только я, а как мы все понимаем вместе. Вот это самое удивительное и мне кажется абсолютно ясное, потому что можно видеть ясно и можно видеть отчетливо. Ясно можно при солнечном свете днем видеть издалека ясно очертания дома, что угодно. Для того, чтобы отчетливо разглядеть дом, нужно войти в него. И вот так мы, если начинаем понимать, что такое просвещение, через эти понятия, которые принадлежат нам всем, любовь, дружба, общество, благо, мы туда входим и начинаем более не только ясно, но и еще лучше видеть, слышать, понимать друг друга. Спасибо. Еще раз добрый день. Пытаясь отозваться на то, что сказал Юрий Петрович, и как это развить, я скажу вот о чем. Мы тут в роли оксакалов, поэтому что делает оксакалов? Он с высоты птичьего полета смотрит на прошедшее и будущее, а потом оставляет следующее поколение один на один с реальными проблемами. Вот именно этим мы, видимо, сейчас и займемся. Ну, про то будущее, с которым нам предстоит иметь дело. Мы не знаем, каким будет это будущее. Мы точно знаем, что то настоящее, в котором мы находимся, вечно существовать не может. И нам нужно не повторять ошибку наших любимых предшественников, тех же шестидесятников, которые все-таки исходили из того, что советская власть навсегда, советский опыт навсегда, он может модифицироваться, но он будет вечен. Есть прекрасная книга американского выходца из России, американского социоантрополога, по-русски социолога, по-американски антрополога, Алексея Йорчака о последнем советском поколении. Называется она «Гениально». Это было навсегда, пока не кончилось. Вот то, что мы имеем здесь и сейчас, в наших странах, в наших обществах, это навсегда, пока не кончится. А в какой момент кончится, мы не знаем. И как не знало поколение шестидесятников, что 11 марта 1985 года к власти придет Горбачев и история начнет вращаться на бешеной скорости. И вдруг открылось окно возможностей. Кто воспользовался этим окном возможностей? Воспользовались экономисты, потому что последние с начала 80-х годов они занимались абсолютно бесполезным делом. Они собирались на семинарах в Змеинке под Питером, под Ленинградом тогдашним, и обсуждали, что можно делать с советской экономикой. Но это было безумие. Начало 80-х годов, только что началась война в Афганистане, провалилась Олимпиада 80-го года, но только сумасшедший мог разговаривать о том, что мы будем делать после того, как. Они проговорили, и оказалось, что в момент, когда открылось окно возможностей, хорошие или плохие, но какие-то штабные карты для контрнаступления у них были. У кого еще получилось? Получилось у деятелей советского образования, школьного. Тоже совершенно сумасшедшее дело. Советская тотальная педагогическая власть. Кто воспитает родителей? Советская власть думала, что она воспитает учителя, что она будет учить учителей, просвещать просветителей. Ну, думала. А в это время учителя, объединяясь в бессмысленной, не имеющей никакой перспективы, низовые объединения продумывали образовательную политику будущего. То есть делали глупости. Теряли свою жизнь. Вместо того, чтобы заниматься реальностью, они занимались завтрашним днем. В итоге постсоветская, ранняя постсоветская образовательная политика оказалась прорывной. Мгновенно прорывной. При всех коррупционных схемах начала постперестроечного времени, при всех издержках политического процесса, никогда в России так ярко педагогическая политика не проводилась, как в 90-е годы. Идея вариативности, идея многофакторного университетского образования с созданием и частных, и международных университетов, и университетов, которые десантируются из-за рубежа, и которые создаются заново здесь, а сейчас. Это мгновенный прорыв. А в тех областях, где интеллигенты собирались на кухнях и говорили про то, как им не дают работать, вместо того, чтобы работать, в этих областях прорыва не было. Отдельные люди были, у кого были идеи. Но в целом, как сказал выдающийся литературовед и философ Сергей Аверинцев, советские западники не знали Запада, а советские почвенники не имели почвы. И это мы видели, конечно, в 90-е годы. Провал 90-х, если он есть, то это провал в гуманитарной сфере. Непонимание того, что миром правят образы, а не интересы. Что миром правят идеи, а не мгновенные управленческие решения. Ни философская мысль к этому в массе своей оказалась не готова, ни религиозная мысль. Все надеялись на религиозное возрождение, и в позднесоветские годы повсеместно начинается поиск смысла за пределами идеологии. И православные, и протестанты, и мусульмане, и иудеи ищут эти ответы. И вот окно возможностей открылось. И что мы увидели? Мы увидели управленческие решения. Чем мы гордимся? Тем, что в 90-е годы, в начале нулевых, открылось 30 тысяч новых храмов. Но открылось там хорошо, это замечательно всегда. Вопрос, что в этих храмах и что в этих головах. И какую бы мы сферу ни взяли, мы видим, что там, где не было штабных карт, там, где не было бессмысленной, ненужной, глупой проработки будущего, везде оказался провал. это первый вывод, который нужно сделать. Давайте продумывать будущее. Каждый в своей области. Любимые мной советские диссиденты, я выпустил недавно при помощи мемориала книгу, где они рассказывают о своем опыте. Прекрасные, выдающиеся, героические люди. Мы можем на них равняться, мы можем их предъявить в качестве примера русского сопротивления, но в качестве системной политической оппозиции мы их предъявить не можем. Я когда-то спрашивал у Адама Михника, чем вы занимались, когда вас интернировали в приведении военного положения в Польше. Он ответил, мы учили языки и писали проекты законов, которые мы будем принимать, когда придем к власти. И это опыт, который нужно продумывать. При этом бессмысленно это или нет? Еще один пример. Кому могло в начале 80-х годов прийти в голову, что безработные юристы, молодые, нестатусные, могут сесть написать закон о свободе печати, и этот закон, потому что он был написан, будет принят. Он был принят, потому что он был. Его можно было принять. Как говорили при советской власти, нельзя издать рукопись, которая не лежит ни в каком издательстве. И я очень хорошо помню, как ходили эти три, Михаил Федотов, Юрий Батурин, ходили по редакциям и просто показывали этот закон. И оказалось, что в ту секунду, как открылось окно возможностей, готовый закон переструктурировал всю систему печати. При всех его недостатках мы им пользуемся до сих пор. Он до сих пор не может до конца быть уничтожен. И это первое. Значит, штабные карты. Что мы будем делать потом в каждой своей области? Я и при этом не лезь на чужую территорию. Я не буду рассуждать ни про то, как должна быть устроена политическая система, ни даже про то, как должна быть устроена система безопасности. Это не моя специальность. Кто в этом разбирается, пусть продумывает в этой области. Я могу сказать, какой должна быть и может быть культурная политика. Но не буду сейчас останавливаться. Это мы проговариваем. Дальше окно возможности откроется, мы не знаем когда. Поэтому все, что мы делаем, прорабатывая будущее, может не пригодиться. Поэтому это текучая повестка дня. То есть она меняющаяся. Мы должны постоянно... Не то, что мы сели и написали проект образовательной, геополитической политики, я не знаю, экономической и так далее. Это постоянная ежедневная работа вне и помимо государственных институтов. Не против и не за, а помимо. При этом совершенно очевидно, что поражение тоже может быть формой победы. Шестидесятники проиграли? Проиграли, но не до конца. Проиграли ли мы наше поколение, которое участвовало в перестроечных процессах и потом в 90-е годы? Да, проиграли, конечно. Почти все, о чем мы мечтали, не осуществилось. Но мы не вернулись все-таки в ту точку, из которой выходили. Оказалось, что мы совершаем рывок, потом сползаем, но точка, в которой мы оказываемся в результате, выше, чем та точка, с которой мы начинаем. В некоторых областях ниже. В советское время главный пропагандистский лозунг касательно войны это не должно повториться. Сегодня по поводу войны и самой идеи войны в России говорят, можем повторить, почувствуйте разницу. Но во всех остальных областях, во многих областях, мы все-таки не вернулись. Не до конца. Значит, дальше мы можем вам пообещать следующему поколению, что вы проиграете, но вы проиграете не до конца. Поэтому имеет смысл двигаться, и это точка, в которой точка проигрыша все равно окажется выше, чем точка входа. И при этом совершенно очевидно, что нужно строить институты, потому что, давайте оглянемся назад, на 30-е годы 20-го века. В общем, после Великой депрессии по всему миру начинается откат от демократических свобод. Это повсеместно. Но везде разные результаты. Если мы думаем, что Рузвельт это демократ возведенный в степень, нет. Но американские институты не дают Рузвельту развернуться во всю ширь его авторитарного мышления. Там, где плохие институты, но все-таки хоть какие-то, фашизм, но не нацизм. В Италии, где какое-то подобие католических институтов было, они не дали спуститься ниже определенной черты. Где провалилось все до конца? Там, где Веймарская республика создала слабые демократические институты, и где советская система разрушила все плохие, но живые институты предшествующей эпохи. Там, где нет институтов, там тоталитаризм воцаряется в полной степени. Там, где есть институты, возникают ограничители. И, несомненно, еще одна, то есть шлопные карты будущего, каждый в своей области, строительство институтов и разрушение мифов. Ну, я не знаю, как у наших коллег в Украине или в Белоруссии, Грузии, но в России мы очень любим ссылаться на то, что вот мы такие особенные, и у нас все по-другому никак у них, у европейцев, американцев. И в частности, вот Юрий упомянул язык, мы любим ссылаться на то, что в нашем языке зафиксирована другая картина мира, но не пробуем разобраться, какая на самом деле. Я вот только что дочитал замечательную книгу, еще не вышедшую, верстку, я заканчиваю, двух лингвистов, Ирины Левантиной и Алексея Шмелева, которая называется «Либеральный лексикон». Вместо того, чтобы рассуждать о том, что в нашем языке отсутствуют понятия ключевые европейской картины мира, они посмотрели на языковые гнезда. Что на самом деле? Ну, в частности, выясняется, что слово «толерантный», в отличие от слова «терпимый», в русском языке традиционно окрашено положительно скорее. Только в определенный период после 80-х годов слово «толерантный» искусственно затемняется. У Достоевского, уж казалось бы, консерватор из консерваторов, «толерантный» положительно окрашен. А вот «терпимый», я не знаю, как это перевести, но рассчители русского языка понимают, что противопоставление идет «толерантный» чужое, а «наша русская» — это «терпимый». А «терпимый» окрашено отрицательно. Бог терпел и нам велел, но «терпила» — это глубоко отрицательное уголовное понятие. И так по всем рядам. Выражение «частная собственность». У нас как бы плохое отношение к собственности. Ничего подобного. Частный — не очень, а собственность хорошая. И так далее. То есть идет разрушение мифов. И последнее, что я хочу сказать. Мы не первые, кто проходит через подобные испытания. И больше всего похоже тот период, похож период, в котором мы находимся, это похоже на то, что в Испании происходило при позднем франках. Уже не жестко. А? Не слышу. Не Сталин. Нет, не Сталин. Поздний, не ранний франк. Поздний франк, который, в общем, уже немножко... Что? Политика, которую проводил поздний франк, это политика, диктатура традиционных ценностей. Так и называлось. Логика простая. У нас, у испанцев, говорил франк, католическая традиция есть, а демократическая нет. Ну, правда. В итоге, чем заканчивается? Через 30 лет после смерти франка Испания, первый из стран Евросоюза на референдуме, не первый, кто принимает, но первый, кто через референдум принимает закон о гей-браках. Это та же самая католическая, традиционная, не имеющая никаких демократических традиций Испания. Процессы в истории идут очень быстро. Я не говорю, хорошие или плохие. Все. И хорошие, и плохие идут быстро, поэтому мы, несомненно, выйдем из этого тупика и пойдем в новый. И с этим тупиком предстоит работать вам, и вы потерпите поражение, но это поражение будет формой победы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...